Первая спартакиада сотрудников жилищно-коммунального хозяйства прошла в Одинцовском районе в 1991 году. Так что этой хорошей спортивной традиции уже четверть века. Работа в сфере ЖКХ сложная, связана с ежедневными стрессами и постоянным напряжением. Поэтому лишнюю возможность встряхнуться, а заодно пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, коммунальщики стараются не упускать. Здесь как бы и дети участвуют, уже знаем, что у многих и внуки пришли здесь участвовать в спартакиаде. И это здорово, это общение, ни за какие деньги не купишь, ни за какую зарплату ты ее не приобретешь. А дружба, она и есть дружба, особенно в спорте. У каждого предприятия свои сильные стороны. Кто-то, возможно, улыбнется, но именно команда водоканала обычно лидирует в водных видах спорта. А бригаду матерых кабельщиков из электросетей трудно перетянуть в канате. Наше предприятие является одним из ветеранов нашего профсоюзного движения. 1 октября мы отметили 7,7 лет и постоянно поддерживаем в своем коллективе именно спортивный дух, дух соревнований, дух дружбы. Наши виды спорта – это гири, наш вид спорта – канат. Из года в год берем первые места, но остальные подтягиваем, конечно. Спартакеада ЖКХ все-таки клубное мероприятие. Здесь все друг друга хорошо знают. Поэтому соперничество носит хоть и принципиальный, но доброжелательный характер. В очередной раз участники соревнований продемонстрировали отличную физическую подготовку. Лучшие из них могут достойно представлять район и на уровне области. Результаты у некоторых спортсменов в гиревом спорте, подтягивания, то есть подъем переворотом, футбольные эстафеты. Видно, что ребята либо занимаются о своем здоровье, заботятся и стремятся к этому. И результаты у них, конечно, лучше, чем кто первый раз, допустим. Я точно знаю, что вот в канате некоторые ребята достойны поехать на областные соревнования. Потому что там собираются настолько крупные ребята, там за 130 килограмм, за 150 килограмм. Наши ребята, есть такие у нас крупные ребята, которые с удовольствием и с достоинством выступят на областных соревнованиях. Больше всего наград в личном зачете собрали представители водоканала. Именно их сборная стала и обладателем первого общекомандного места. Серебряный кубок достался Одинцовской теплосети, а почетное третье место заняли энергетики. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.